Еще два года назад здесь жили люди. Девятиэтажка на Уфимском шоссе 4 была построена в 1978 году, но спустя 37 лет ее признали аварийной и начали расселять. В 2023 здание все же снесли, обошлось это бюджету в 25 миллионов. Снесли девятиэтажку еще осенью прошлого года. Работы тут, судя по всему, закончились. Территория хоть и ограждена забором, но пройти сюда может любой желающий. И теперь во дворе у местных жителей только пустырь со строительным мусором и бетонными плитами. О том, когда и что будут строить на месте бывшей многоэтажки, власти пока не сообщали. Видимо, первостепенной задачей был снос опасного расселенного здания, в котором то и дело происходили пожары и, по словам местных, ночевали маргинальные личности. Теперь же жители гадают, что появится на месте пустыря. Сквер, какую-то детскую площадку обязательно. Нам, скорее всего, чтобы аллея какая-нибудь была. То есть прогулки? Да, зеленое насаждение. Мы могли бы и большой торговый центр сделать. А так, конечно, парка нету в округе, детям площадку какую-нибудь футбольную. Рядом с пустырем впритык к снесенному зданию стоит другой дом. Четыре дробь один. Сначала на глазах его жителей разрушался соседний дом. Потом они наблюдали за его сносом. А теперь от него остался лишь строительный мусор. Но такой вид из окна далеко не единственная их проблема. Летом, еще до сноса соседней девятиэтажки, местные переживали, что во время работ пострадает и их дом. Ведь на стенах уже были трещины. Теперь же к ним добавились еще и проблемы с дорогой. Мы не можем напрямую выехать, как говорится, по простой схеме. Нам приходится обезжать через один скрин, по дворам, по всем этим ямам. Ой, пешком вообще тяжело. Даже пожилые люди, люди с детьми, с колясками, они не могут выйти напрямую. Ой, мы, знаете, как ходим. У меня ноги многооперированные. Выхожу за дом и в гору поднимаюсь. Там, ладно, песком дом управления сыпет. Потихонечку, потихонечку. Также жители говорят, что к дому отказываются подъезжать таксисты. Не может проехать скорая и коммунальные службы. Когда эту проблему решат, непонятно. Но и предыдущие опасения жителей насчет трещин не были напрасными. Многие заметили ухудшение состояния дома. Мы вот в сентябре ребенку на первый класс сделали ремонт. То есть мы все полностью, комнату сделали, дверь поставили. То есть после вот снос начался, у нас она не закрывается. Потом в дальней комнате, это вот у меня получается, в тот бок у нас окна, девятый этаж, в дальней комнате трещина появилась. Когда снесли четвертый дом, там вообще стало холодно, невозможно. Там трещины по всему дому. Он просажен по всему фундаменту. У всех, у кого остались родные подоконники, они все в трещинах. То есть все панели в трещинах. И холод невозможный. Местные жители надеются, что их дом тоже признают аварийным. Они уже обращались в разные ведомства, чтобы добиться этого. Однако ничего конкретного им пообещать не смогли, жалуются уфимцы. А вот как их ситуацию комментировали ранее эксперт и мэрия. Здесь некая динамика была. Здесь же проводили и укрепительные мероприятия и так далее. И наблюдали за и этим домом, и за соседним домом. То есть весь негатив, он как бы сконцентрировался именно на вот этих двух подъездах. Там осадка была, но она была такая локальная, небольшая и еще в пределах допустимого. Потом она, ну, крайние наблюдения, когда велись, она уже была такая, ну, уничтожена. В пределах допустимого, как везде возможно. Соседний дом 4, друг 1 по уфимскому шоссе не признан аварийным в установленном порядке. Району совместно с управляющей компанией поручено проводить постоянное наблюдение за этим домом. Отметим, что работы по сносу, согласно документам, должны были завершиться еще 2 октября. Но в итоге рабочие ушли с развалин только на прошлой неделе.